МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа Республика. В студии Вадим Пачема. Смотрите сегодня. Без объявления войны. В России день памяти и скорби. Антикризисная программа. Сотрудники завода промтрактор Промлит познакомились с новым руководством. Большая поддержка для малого бизнеса. Механизмы помощи предпринимателям обсуждали в Чебоксарах представители Комитета Госдумы по финансовому рынку. 77 лет назад произошло событие, которое разделило жизнь миллионов жителей Советского Союза на до и после. 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. Сегодня по всей стране прошли траурные мероприятия. В Чебоксарах возложили цветы к монументу славы в память о погибших солдатах. Каждый шаг по брусчатке словно удары метронома. Это символ памяти и почтения павших на войне. Великая Отечественная пришла в каждый дом, в каждую семью. Она не пощадила никого, ни стариков, ни детей. Ивану Никитину было всего 13 лет, когда он услышал по радио голос Левитана. В том маленький какой-то приемник был, ухли слушает. Вот это я включил, да, и все собрались. Я им не могу даже, и говорил. Война начала, так, так. Все испугались уже, плачет, портит народ. Вот, потом уже все молодежи начали в армию собирать. Мои отец тоже собрали. У меня тоже лошадка была, шрифка. Шрифка. Вот, его тоже собрали. Я прям плакала. Хорошо помнит этот день и Петр Теплов. То в воскресенье должен был состояться школьный выпускной вечер. Теплый, красивый, ясный день был. До этого в колхозе поработал, до обеда. Вернулись все на обед. Нам совет, сельский совет, быстрее. Давай быстрее в сельский совет. Говорят, война началась. Давай никуда не ходить. Без нашего разрешения никуда. Калининский фронт попал. И вот, великие луки освобождали. Страшно, холодно было тогда. Ой-ой-ой. Как выдержали, я сам не знаю сейчас. Выдержали и выстояли. Но какой ценой? В боях, концлагерях, ТУ и от голода погибли почти 27 миллионов человек. Пощтить память погибших пришли сотни людей. Среди них были те, кто знает о войне только из рассказов. Дети. Я знаю про войну, что там очень опасно. А я знаю про войну, что там пускают огонь противники, убивают других. Мы сегодня сюда пришли для того, чтобы сохранить память бабушек, дедушек, умерших на войне. Никто не забыт. Ничто не забыто. Море красных гвоздик. Тому подтверждение. Татьяна Леонтьева, Андрей Спиридонов. Республика. Тех, кто может рассказать, каким было это страшное воскресное утро 22 июня 41-го, с каждым годом остается все меньше. Мои коллеги встретились с Евгением Жучковым, которому в этот день было 10 лет. Как сейчас помню, воскресный, солнечный день, и никакого телефона нет, никакого радио нет. Тогда, в то время, вот кто-то из, значит, сельского совета пришел, был там и сказал, вот, об том, что началась война. Ну, все сразу, значит, собираться стали. Так началась война для 10-летнего мальчика Жени, который жил в деревне в Мордовии. Война, которая шла 1418 дней и ночей. Из семьи Жучковых на фронт призвали сразу четырех человек, отца и трех братьев. Мама осталась двумя детьми в тылу. В колхозе ни копейки, ни зернышко не давали в те времена. Выжили, потому что много трудились, рассказывает Евгений Петрович. У меня вот сосед был, дядя Миша, мы все ходили в лес, там, почище траву выбирали, косили для еды, лебеду собирали, значит. А он говорит, да трава, она есть трава, выйдет, свинушка около дома росла, накосит ее, и, значит, в этот хлеб. Все это на наших глазах. Труд и та ответственность, которая нам, значит, и та справедливость, я должен сказать, еще справедливость. Над нами никто никогда не надругался или не пытался чем-то унизить, наоборот. Все у нас уважение и к родителям, и к родине, и к школе. Успевали не только работать, но и учиться, радоваться жизни, творить и участвовать в самодеятельности. Радостную новость Евгений Петрович услышал во время урока. Директор школы и объявил об окончании войны. Мы, а еще в деревне не знали, я говорю, телефонов проще не было же. Мы прям бегом бежали из школы сообщить своим родителям, значит, значит, что соображали, наверное, раз так, радовались. Более 35 лет Евгений Жучков посвятил служению закону. В 1984 году стал прокурором Чувашии. На работе в правоохранительных органах всегда был в списке лучших. Евгений Жучков – заслуженный юрист России и почетный работник прокуратуры. Военная закалка всегда помогала ему в работе. Но даже у такого сильного человека в день памяти и скорби, слезы на глазах и дрожь в голосе. Был он не молодой, но бравый, шел под пули без долгих споров, наводил мосты, переправы, не на шаг от своих саперов. И погиб под самым Берлином, на последнем на поле винном, не простясь со своей подругой, не узнав, что родит ему сына. Татьяна Трофимова, Борис Андреев, Республика. Еще одним памятником героям Великой Отечественной войны стало больше. В Ядрине увековечили память своего земляка Николая Волкова и его жены Валентины Шапошниковой. В самом начале войны они создали самый первый подпольный отряд – группу дяди Коли. В начале войны Николай Волков с семьей жили в Белорусском Гродно. Он военный специалист, она врач. Когда немецкие войска оккупировали Белоруссию, Николай Алексеевич создал подпольную группу, которая по мере сил старалась помогать советским войскам. Передавала информацию о ситуации в Гродно, спасала наших солдат и местных жителей, заключенных в концлагерь. Позже к группе дяди Коли примкнули еще несколько подпольных отрядов. К сожалению, в феврале 1942 года Волковы и несколько их соратников были арестованы гестапо и казнены. Долгое время Николай Алексеевич числился пропавшим без вести. И лишь в 1964 году тайна группы стала известна. Готовность регионов к уборке урожая. Эту тему обсудили на селекторном совещании под руководством председателя правительства России Дмитрия Медведева. В большинстве регионов посевная кампания прошла достаточно гладко. По данным Минсельхоза, игровой сев почти завершен. В южных регионах уже началась уборка зерновых и зернобобовых. Быстрыми темпами идет заготовка кормов. Более половины тех средств, которые были предусмотрены в этом году в рамках государственной программы по развитию сельского хозяйства, уже направлены на регионы. Нужно заниматься своевременным доведением до сельхозтоваропроизводителей денег. Сначала региональные бюджеты. Из региональных бюджетов, это уже ответственные губернаторы, деньги должны доходить до сельхозтоваропроизводителей. Аграрии страны получили уже более 50 миллиардов рублей. Это почти 60% годового объема. В Чувашии механизм господдержки работает без боев. Общая сумма с учетом федерального бюджета, регионального бюджета 2,5 миллиарда рублей. 40% средств перечислены получательно. То есть с сельхозтоваропроизводителями. Касаясь годного краткосрочного кредитования, по ставке кредитования 5%. Здесь полтора раза больше оформили наши заемщики. Это очень хорошая программа. Пассивная кампания в Чувашии прошла успешно. А сейчас идут работы по кормозаготовке. Организации к уборочным работам готовы. Техника готовится. Объемы зернохранилищ практически готовы. То, что не хватает, мы покупаем. Благодарю за внимание. Настрой такой боевой. Все сделаем так, как нужно. В Доме правительства сегодня обсуждали вопросы проектного финансирования и поддержки малого бизнеса. Это тема круглого стола Комитета Государственной Думы. Его участники – представители федеральных ведомств, законодатели и предпринимательское сообщество. О стратегии развития бизнеса в материале Дмитрия Ковалева. Это еще один финансовый механизм для бизнеса. Агентство поддержки малого предпринимательства обязалось привлекать заемщиков для банка МСП. Спрос на микрокредиты сейчас растет, но чтобы получить займы, необходимы гарантии. Только за последние два года благодаря поручителям предприятия региона привлекли свыше трех миллиардов рублей. В последнее время полуторамиллиардные гарантии и поручительства корпорации дали возможность в республику привлечь 3 миллиарда рублей кредитных ресурсов по ставке на 3% ниже, чем рынок. Федеральные корпорации МСП республику называют приоритетным партнером. Семь заявок от бизнесменов региона уже одобрено. Количество претендентов на гарантийную поддержку увеличивается. Я рассчитываю, что в нашей общей совместной деятельности мы еще лучше будем работать с учетом всех тех новых водных и мы дадим соответствующий результат. Уже привлеченные кредиты помогли реализовать импортозамещающие проекты. Так на заводе «Энергомаш» были введены в строй новые корпуса, а на предприятии «Яхтинг» увеличили ассортимент выпускаемой спецобуви. Мы самые первые получили поддержку финансовую со стороны корпорации. Сбербанк нам выделил 57 миллионов рублей на институционное развитие, на оборотку. Но мы используем это и на оборотку, и на инвестиции. Результаты вы видите сами. Сегодня у нас результаты превышают, конечно, двухлетнюю давность. Два-три раза мы уже увеличили агенту собственных продуктов, увеличили количество рабочих мест. Предпринимательское сообщество нуждается в получении этих инвестиций по разным направлениям, по разным инвестициям. Но по факту я приведу буквально две цифры. В валовом региональном продукте, если взять, удельный вес у нас малого-среднего предпринимательства составляет 33%. По-другому говоря, каждый третий рубль производится предпринимателем малого-среднего бизнеса. Участники круглого стола считают, что без поддержки малого бизнеса не обеспечишь переход на стабильный рост экономики. В республике намерены развивать и институт проектного финансирования. Пока у нас нет проекта, к сожалению, Чувашеской студии, который мы рассматриваем совместно с ВЭБом. Проектная фабрика с внешнеэкономбанком. Но там проекты крупные, от трех миллиардов. Надеемся, мы сможем найти общие варианты, найти здесь тоже заемщиков, возможно привлечь инвестиции международные. В Министерстве промышленности и торговли страны выступают из развития экспорта среди механизмов ведомства субсидии на инвестиционные проекты. Мы, кроме критериев участия, добавили очень простое требование. Получатель данной государственной поддержки обязуется перед федеральным проектом в течение определенного времени наладить серийное производство, выпускаемое производство. Сегодня огромное количество проектов каждый год рассматривается по приоритетным торговым технологическим решением. И все реализованные технические решения нашли в серийное производство. Прорывные проекты возможно аккумулировать и в моногородах. Модели развития Новочбоксарской и Канаша заинтересовали немало инвесторов. Ударилось создать такую команду, которая может управлять ситуацией. Мы собрали туда и территорию переживающего развития, и фонд, и деньги инвесторов, которые сами вкладывали в те производства, которые там строятся. Это на микроуровне консолидация различных мер. Поддержка моногородов продолжится. В федеральном фонде намерены финансировать конкурентоспособные проекты. Я думаю, что в республике такие тоже найдутся, чтобы на эти проекты нанизывать все те нероподдержки. Вот ровно то же самое, только в большем масштабе, как мы начинали с моногородов. Здесь мы берем и гарантию корпорации, например, МСП. Здесь берем и заин фонд развития промышленности. И что самое главное, чтобы эти проекты здесь в республике стартовали. Инвестиционные проекты сегодня отбирали и в корпорации МСП. Сумма гарантийной поддержки предпринимателям может превысить 300 миллионов. Дмитрий Ковалев и Игорь Зверев. Республика. Ситуация на Чебоксарском литийном заводе стабилизируется. Новое руководство восстанавливает производственные мощности и набирает работников. Текущие вопросы и перспективы развития предприятия сегодня глава республики обсудил с руководителями отрасли и завода. Заказов, как заверил замминистра промышленности и торговли России, поступает даже больше, чем могут удовлетворить производственные мощности завода. Это связано как с номенклатурой, собственно, традиционного литья для машиностроительной индустрии, в смысле, железнодорожного машиностроения для сельхозмашиностроения, так и новые виды продукции, которые завод освоит, литье для энергокомпании, для «Газпрома», для химической промышленности. И в данном случае потенциал в этом плане компании очень большой. Сейчас завод нуждается в рабочих руках. Реальная потребность – около тысячи специалистов. И задача перед руководством – не просто набрать людей, а возродить коллектив для постоянной стабильной работы. Сегодня же новый руководитель предприятия «Промтрактор Промлит» Юрий Костромичев познакомился с трудовым коллективом. «Промтрактор Промлит» – один из самых современных литейных цехов в России. Предприятие представлено пятил производственными цехами. Здесь выпускают литые заготовки и детали для тракторов, продукцию для российских железных дорог, для нужд метрополитена, систем водоснабжения, специализированного подвижного состава. В планах производство изделий для дробильно-сортировочного оборудования, горнодобывающей и карьерной техники. Дело за кадрами. В начале июня к нам с предложениями заполнить 237 свободных вакансий вышло руководство «Промтрактора Промлит». Мы в очень короткие сроки заключили соглашение по всем видам активной политики. Буквально на сегодняшний день нам удалось трудоустроить больше 50 человек, из них больше 30 человек по направлению центра занятости. Сегодня мы имеем ответственную политику правительства Чувашской республики, мы видим энергетику, высокий профессионализм генерального директора, но и мы со своей стороны, как центра занятости, готовы всегда помогать и, пользуясь случаем, обращаемся. Идите на этот завод, завод живой, устремленный в будущее. Всего до конца года на заводе «Промтрактор Промлит» готовы трудоустроить более 1 тысячи человек. Нам нужны люди рабочих специальностей, инженеры, инженерно-технических специальностей и всех остальных для обеспечения работоспособности завода. На сегодняшний день зарплата на заводе выплачивается вовремя. Не вижу проблем с выплатой ее в дальнейшем. Будут работать люди, будут сдаваться продукция, будут деньги. Заказов вполне достаточно для всего этого выполнения. Правительству республики мы благодарны. У нас провелись неоднократные переговоры. Они знают наши проблемы, они знают наши заботы и оказываются возможной помощью. До конца 2018 года планируется увеличение товарной продукции до 4 миллиардов рублей. Галина Титарчук, Борис Андреев, Республика. Это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня.